22 и 23 октября в Вирумском колледже Тартуского технического университета при сотрудничестве с Эстонским университетом естественных наук проводился двухдневный творческий проект, инициированный Центром компетентности по голючему сланцу. Цель проекта – найти новые интересные решения для промышленных территорий до Вирума. В проекте участвовали ландшафтные архитекторы Эстонского университета естественных наук, студенты колледжа и местные молодежь. Ландшафтные архитекторы умеют анализировать, оценивать окружающую среду и создавать удачные решения, но чтобы лучше понять и до Вирума и желание общины, необходимо привлечь и местную молодежь. И как выяснилось не только местную, одним из активных участников проекта стал студент из города Львова, проходящий обучение в Вирумском колледже и впервые побывавший в Шахтерском регионе. Это очень впечатлили эти карьеры, я такого еще не видел. То есть я знаю, что на востоке Украины есть терриконы, но я их никогда не видел вживую. Я думаю, в первую очередь нужно понять, что они выглядят экзотично. То есть это постиндустриальный ландшафт. У него есть уже потенциал просто, чтобы его сделать комфортным для потребителя, для клиента. То есть если сделать какие-то здесь культурные здания, как культурный центр, как спуски для лыж, как летние майданчики, трассы для катания на велосипедах, на кайтбордах, на дрифтрайках, серпантины, это будет просто восхитительно. То есть вы предлагаете это использовать больше в туристических, скажем, культурных целях? Я бы предполагал, да, в туристических. Но уже как специалисту, насколько большие затраты будут, чтобы это сделать? Ну мы как раз пытаемся сделать наш проект с минимальными затратами. То есть я не могу сейчас просчитать. Ну затраты будут по-любому, потому что масштаб очень большой, там две с половиной сотни гектаров. Это затраты пойдут. Но мы пытаемся сделать это с минимальными затратами на здание, с минимальными затратами на дороги и с большей ставкой на уже созданный ландшафт. В конечном итоге в колледже состоялся семинар и брейн-ринг для визуального оформления возможных решений. Идеи, возникшие в результате двухдневного проекта, проанализируют преподаватели университета естественных наук, фирма ST-Energia, представители волосного управления Мяйдагузе и Вирумского колледжа. Решения будут опубликованы в средствах массовой информации для дальнейшего обсуждения.